Сын Божий Бог и Сын Единая река, текущая в бесконечном. И пока будет Сын, да то ли и будет Бог. В их неразрывности, в их единстве бессмертие у обоих. В проявленном состоянии он является всем сущим. И потому каждый может сказать о себе, я и Бог одно. Вот эта мысль, освобождающая от рабства, эта мысль делает человека неуязвимым. Если я и Бог одно, значит я есть все это. Так? И вот смотрите, что получается. О, представьте, круг, да, маленький, да? И он в большом круге, да? В круге это я, а большой круг это вселенная. Ежели и я говорю, что я и вселенная одно, то я становлюсь всем этим. Так, да? Так же, да? Или из этого окружающего у меня пространства что-то или кто-то на меня нападает и пытается мне сделать плохо, что происходит? Я же целая, да? А он-то часть. Любая агрессия вызвана непониманием единства мира. И когда часть нападает на целое, она обречена на поражение, поняли? И потому неборящиеся непобедимы. Тот, кто понял, кто он есть в этом мире, он ни с кем не борется, нет нужды. Это бороться с самим собой, понимаете? Тот, кто борется, тот, кто ненавидит, он неполон. И в силу этого, в силу того, что он все-таки часть этого мира, а не весь мир, он обречен на поражение. И потому по большому счету, всегда все агрессоры, они проигрывали в конечном счете все свои великие битвы. И только Россия, которая ни на кого не нападала, только отмахивалась от нападений, всегда побеждала и создала такую империю, о которой и Гитлер не мечтал. Потому что ума бы не хватило на такую территорию. И вот в менталитете русского народа, даже испорченного христианством, всегда было то состояние, которое называл Достоевский всемирностью души, умением воспринять все, принять в себя и понять все. И Блоков в этом писал. Мы можем все. Для вас века, для нас единый час. Помните о скифах? Территория, которую занимает народ, равна ширине или широте его мышления. Поняли, да? Широте его души. Бездуховное племя. Ютится на маленьком клочке земли. И чем мельче народ по своей сути, тем меньше у него земли. Это четкая проекция сознания на бытие наше. А теперь посмотрите, кто где ютится, в общем-то, и кто что о нас говорит. Щенячий лай со всего мира. И опять же не пытается нападать на кого? На того, кто шире душою и сознанием. В одном фильме, когда там упал летчик немецкий с парашютом, тут краски курсантчики наши, и один капитан дает курсанту в руки пистолет, и говорит, убей его. И его не убили. И говорит, ну, наверное, победили потому, что все-таки оставались людьми. А там один актер рассказывал, когда немцы военнопленные там что-то строят. Ну, подошли русские бабы, сволочи, гады, там, ругались, ругались. Одна бьет картошку, на, жри, другая хлеб, на, жри, отомстили, понимаете? Один немец рассказывал по телевидению о том, что, сказать, как его подкармливали русские бабы. Просто хлеб давали, жалели, а он встает у него кол в горле, понимаете? Даже потерпев так, мы не злобились. Не это ли широта души наша и нашего духа? Вот это представление себе, понимаете, о чем мы всегда говорили, о чем мы всегда говорили до христианизации, с чем мы себя отождествляли, мы дети солнца, даже божьи внуки, понимаете? Мы все дети света, мы все дети огня, дети Бога. В течение тысячи лет эту солнечную душу пытались погасить, но не получилось. И не получится. Для того, чтобы окончательно прозреть, для того, чтобы окончательно проявить свет свой внутренний, нужно понять, что я есм свет, я есм Бог, я и Бог одно. Все то, что излилось в наши головы с библейского источника, все служит одной цели, унижению человека. Целенаправленно и методично. И в чем-то эти люди преуспели. И сейчас узнать себя, вспомнить себя, свою подлинную природу, то, что знал ребенок в давние времена от рождения, когда он рождался, он пошел, кто я, ему говорили, кто он. Что он сын солнца. Он потом знал. И это не вызывало в нем сомнений. Вот сейчас это нужно вспомнить. И это понять. Внести в свою душу, внести в свой ум. Но сейчас это будет трудновато. Лиском долго нас унижали. Лиском долго нам внушали, что мы ничто. И никто. Но это формула, узнай себя. Узнай из себя, и все будет как надо. И человек, узнавший себя, понявший свою тождественность и единство с миром, он не победим один в поле воин. Потому что с ним будут бороться те, кто имеет ограниченное сознание. А ограниченной безграниченность победить не может. К сожалению, то, что не таки уже давние времена всасывалось в молоку матери, сейчас является предметом духовного развития. Понятно? А, как больной амнезией, да? Он человек, все работает, кроме памяти. Он не помнит, кто он. Это была передача, пока для одного человека. А когда ему сказали, что приехал сын, сын! Он не знал, что у него есть сын. Он не знал, что у него есть чьи дочери. Он ничего не знал. Это состояние прозрения, это состояние какого-то духовного просветления, вот можно так сравнить, понимаете? Когда он понял, кто он и что у него есть. Вот мы тоже не знаем, кто мы и что у нас есть. А у нас есть весь этот мир. Понимаете? И мы можем быть им, то есть всем миром, а мы можем быть частью этого мира. Не мы выбираем то или иное мышление, а выбрав пожинаем его плоды. То есть из выжесказанного понятно. Что есть некая внешняя воля, не нашего, не земного происхождения. Этой воле недорого здесь ничто. Как вору недорога. Так, квартира, которую он обворовывает, понимаете? Он там все поломает, все вскроет, в общем-то, и что? Он этого не делал, он этого не строил. Вот такое же отношение у этого Бога, у библейского Бога к сотворенному миру. К ним, к сотворенному миру. Ну, нам-то этот мир дорог. Мы-то в нем живем. Мы рожаем детей в этот мир и хотим, чтобы они тут жили. И защитить его можно не силой оружия, а силой сознания. Точнее, силой сознания. Чем ты себя сознаешь? Кем ты себя сознаешь? Вот этим ты способствуешь разрушению этого мира? Или сопротивляешься? Нас пытаются, как бы, постоянно завести на кого-то врага, понимаете? Кто-то, кто ряд бей жадов, спасай Россию, понимаете? Он работает на ту же мельницу. Понятно? И есть враг, ты уже не целостен, понимаете? И есть ненависть, ты уже не полон, понимаете? И это кому-то нужно. И это тому, кто присосался к земле своими целями. А это работает на него. И поэтому никакой ненависти никому, потому что все и есть творение Бога. И все есть мое творение. Потому что я и есть проявление этой великой силы. И для того, чтобы это случилось, нужно это помнить. Нужно об этом думать. Нужно думать о себе, как о сыне этого мира. Помните, в Илюзии и Чердобаха сказано, думать о себе, как о сыне Божьем, очень полезно. Потому что именно то, что ты о себе думаешь, то, как ты о себе думаешь, это или раскрывает тебя, или сужает. опять же, все то, о чем я сегодня читал, это не должно вызывать агрессию. Необходимо понимание. И все. А, вон, ну что. И все. То есть, ты понял, что это, ты уже не во власти. объясни еще кому-то. И ты кого-то еще освободишь. Понимаете? И все. Чего он рвал народы в ярости своей? Понятно. А что не властен был над ним? Вот и все. Значит, не имеет он власти. Значит, можно уйти из-под его власти. Вот и евреям это не удалось, понимаете, были уловлены. У нас-то пока еще не совсем поймали. И думайте о себе по-другому, понимаете? Не как о теле, не как о рабе. Я есть этот мир. И мир есть я. Джива Атман равен Пара Атману. А Пара Атман равен Джива Атману. То бишь, человек равен Богу, а Бог человеку. А это Веды. Вот это мышление было на этой земле. Именно это мышление и истебляется. Потому что, пока мы так думаем, мы не подвластны. Мы не управляем. Вот такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok